Здравствуйте! Мартовский денёк. Пока ещё серенький, но обещают солнце. Порхают птицы, но мне их приходится беспокоить, потому что я продолжаю уборку. Послойно, как только стоит какая-то часть снега, убираю шелуху от семян, прометаю тропинки и стараюсь всё это вынести к деревьям, мульчируя почву. Петька уже успела наскакаться с кнопкой, та обнаружила остатки кости, и явно, хотя её хозяйка звала уже неоднократно, домой не отправится, пока её всю не уничтожат. Веси не жалко. Она добрая, да? А мне тут ещё возиться и возиться. И вот, выполняя очередной рейс по тропинке, обнаружила то, что меня чертовски расстроило. Это была моя войлочная вишня. Её съели. Ох, сколько же коры валяется! Нет, зайца тут точно ни при чём. Потому что весь участок ствола, точнее, стволов этого кустарника находился под снегом. И вон они, ходы. Ну, я не знаю, что же за звери-то такие, а? Эти мыши соблезубые. Ну, не знаю, может, какой-то мутант. Помесь с бобром, которые появились в нашей деревне, как выяснилось недавно. Да, пердык к кусту, как говорится. Боюсь, что он уже не оклемается. И придётся мне от него избавляться. Жаль-жаль. Кустарник цветёт очень красиво и плодоносит вкусными ягодками. Точно такими же, как обыкновенная вишня. Ну, чуть помельче и на коротком черешке. Вот уж какой подлянки-то я не ожидала. Ну, что поделаешь, судьба. Хотя не столько досада, сколько удивление. Ну, вот семечек же полно. Лопать я не хочу. Видимо, не захотели. Решили разнообразить свой рацион. И в результате я лишилась достаточно симпатичного растения. К тому же ещё и полезного. И любопытно, сколько ещё сюрпризов не ожидает. На участке, когда весь снег сойдёт. После окончания приборки заглянула в совейный дол. Ну, как обычно. Посидели, поболтали, кофейку попили. Ах, вышла на улицу и поняла, что по той дорожке, по которой я приходила обычно, мне уже, да пока лёд не стоит, не передвигаться. Протекторы стёрлись на сапогах. И уж лучше похлябим. Чем так. И вот, по дальней дороге, мимо вольера ёлки, где она, как обычно, выседает царственно на своём пенёчке, мимо кофе, который также устроился на присаде, отправляюсь в Освоясе. Она показала некую фотографию загубленной войлочной вишни. Она сказала, что это может быть водяная полёвка. Да, водятся у меня такие в ручье. То ли мышь здоровенная, ну, почти размером с крыцу, то ли хомяк какой-то, достаточно изящный. Но у них есть такая особенность. Они умеют плавать и лопают всё, что только на зуб не попадётся. Что ж, вполне реально. Обыкновенным мышкам вполне хватило бы семян. Но легче мне от этого не стало. Ох, не знаю, что с её насаждениями будет. Вдруг у неё тоже водяные полёвки завелись. Вот это было бы совсем неприятно. Столько сил положено на то, чтобы облагородить участок Савиного дола. Не дай бог, если что-то пострадает, как от тех зайцев, что лютовали здесь зимою. Вернулась в избушку и обнаружила бонифация в объятиях пуш. Хорошо устроились. Нет, пушонок, сегодня я тебя гулять не потащу. Солнышка нету, лужа кругом валяйте с родины. Каль, гулять пойдёшь? Кальку я всё ещё не беру с собой к Савиному долу. Ну, мало ли, ещё не совсем закончен период, который возникает у девочек-собак дважды в год. Запашок наверняка остался. Не охота кубика беспокоить. Будет подвывать ночами беспокойника Артёма. Так что ещё парочку дней придётся тебе на территории посидеть. Безропно совершенно остаётся на участке. Никаких поползновений. Выборцы за калитку как будто бы осознают, что это необходимость. Вынужденный карантин. Но уже совсем недолгий. Ну ладно, пойдём, поваляешься. Со своей косточкой. Веськи тоже надо выдавать. А Радик сегодня не появлялся около моего дома. Так, ненадолго заглянул, пока возил с дровами. А потом вновь отправился к себе. Что ж, вероятно, не претендует ни на что. И отлично осознаёт, что в такую погоду далеко от избушки не прогуляться. Да, ничего, скоро-то стает снежок, пропадёт ледок, и по дороге можно будет нормально передвигаться и до леса добрести. Ну вот, покинул юную подругу Монифаций. Ну, по-моему, ей так удобно. Угу, позёвушки, спи давай. Ну нет, пора бы привести себя в порядок. Но это кляниво, не спешает. А мне стоит поторопиться, потому что сегодня надо заканчивать со шлифовкой, если я хочу в среду отправить своё чудо-юду в Москву с ребятами, как и остальные изделия. И сегодня мне сидеть со шкуркой достаточно долго. А если повезёт, то и до льного масла дело дойдёт. Минут десять, пока загружался ролик, который я только что смонтировала, простояла в кресле на коленках, а окна, наблюдая за дятлом. И вот теперь, ну вот, взяла телефон в руки, а он и улетел. Эх, закон подлости. Но птиц сегодня довольно много. Обычно в этот час прилетают только воробьи. А сейчас и они, и огромное количество синячек. Уж не знаю, вернётся ли пёстрый красавчик, но за птицами всё-таки приятно наблюдать. Досадно, что скоро придётся убирать кормушки, поскольку стаит снег, появятся насекомые, и уже не будет надобности в их прикормке. Привыкла к ним за зиму. Правда, приходится со всей этой шелухой возиться, уже несколько раз выгребала её из-под кормушек. Но это ерунда по сравнению с тем, сколько удовольствие доставляет наблюдение за пернатами. Так, ладно, всё, надо браться за работу. А на птичке я ещё успею полюбоваться. Снег стоит явно не скоро. Ну, всё, пушонок пробудился. А мне сейчас предстоит браться за шуруповёрт, мой хороший. Ладно, сиди на полках, только под руку не лезь. Потому что прежде чем заняться последней шлифовочкой, имеет смысл, проконсультировался я сегодня с заказчиком поутру, просверлить на задней стороне отверстие, так, чтобы с моря сходил. Ну, вот, обвела шляпку карандашиком и достала шуруповёрт. Эх, лишь бы не напортачить. Обидно будет запороть такое изделие. Оно уже просохло, шлифовочки готовы. Ну, вот, поднялись ворсом все эти деревяшечки мелкие, которые надо будет сейчас шкуркой убрать. Ну, поначалу дырочку сделать. Естественно, не сквозную. Что я больше всего боюсь, так это, ай, увлечься и насквозь просверлить. Ну, ладно, надо попытаться. Ведь в тот момент, когда блюдо не будет использовано по назначению, его можно просто на кухне вешать на стенку. Ну, хоть какой. А всё же арт-объект. Ладно, начнём помаляться. Ну, вот, висит, в окошко смотрит и удивляется весне. Ну, что, шероховатый, будем тебя делать красивеньким, гладеньким, играющим. Это надолго. Ох, не знаю, справлюсь я сегодня или нет с этой самой шлифовкой. Но, если даже и нет, то бог его знает, насколько задержится отправка. Однако постараюсь всё довести до ума. Ну, как говорится, поспешишь людей, не смешишь. А не хотелось бы хоть как-то напортачить. Как же вещь поуютно строилась на моём месте. Что ж, дарю надолго. Спи, почивай. Потому что мне сейчас предстоит усесть за верстак. И явно, что надолго. Незаметно время летит за работой. И вот пробудилась пуша. Пошастала по комнате. И, спрыгнув с полки, приземлилась аккуратно Бонифацией, который спокойненько почивал на кровати. Хм, ну, конечно. Конечно, доброе дело не остаётся безнаказанным. Разбудили, значит, надо отвечать. Вот так вот. Лёгкий гипноз, мановение лапой. Но, судя по всему, пушка действительно разбудила в гоне зверя. Но достаточно нежного и ласкового. Ну, присела. Головкой повела. Глазиком моргнула. Ну, по-моему, Бонни всё-таки недовольна. И сейчас ей придётся расплачиваться за свои происки. Нет, я просто на Боннин хвост смотрела. Обычно он такие пасы выполняет перед тем, как достойно ответить. Может быть, просто размышляет. Уйти в сторонку, не уйти. И не бередить дальше упознение этого маленького назуливого существа. Что-то собак-то не спят. Калька пристроилась на полу. Ну, весь, как обычно, на кресло ломанулась. Как же ей нравится это местечко. Ночью они с Калькой постоянно меняются местами. Ну, вот, вроде как все опять угомонились. Бонифаций явно дал Пушу понять, что он не предисположен дальнейшим игрищам и хочет ещё некоторое время подремать. Неудивительно. За окнами сумрачное. А птица продолжает порхать. Ого! И уже склеваливаюсь корм. Но нет. Если я и выберусь на улицу его подсыпать, то только через некоторое время. Поскольку шлифовка-то в разгаре, мне хотелось бы хотя бы ещё немножко поработать, прежде чем выйти на улицу и дать пальцем отдохнуть. Задняя поверхность уже заиграла. Кучезарные оттенки. Ох, хорошо бы, конечно, сегодня всё завершить и малиновым маслицем покрыть. Но посмотрим, как пойдёт дальше. Тем более, что сейчас всё вновь в избе затихло и можно спокойно продолжать. Ну вот, вроде бы, всё к завершению подходит. Но! Очень долгое время, проведённое из одной и той же работы, всё-таки как-то замыливает глаз. Сейчас в избушке всё тихо и спокойно. И самое время выбраться на улицу, немножко отдохнуть, отвлечься от работы и, лишь затем, вернувшись, попытаться доделать всё до конца, постаравшись... О, поползнул! Привет! Давненько в кадр не попадал. Снова утром на дерево. Да, надо действительно немножко отвлечься. Затем ещё один подходик со шкуркой. Ну а там, глядишь, и маслица на печку ставить. Сколько же птиц сегодня, ей-богу, не ожидала. Ну, а корм подходит к концу и масса поводов для того, чтобы выбраться из комнаты наружу. Ну и бралась вместе с Виськой. А на той стороне по хозяйству растявкалась кнопка. Вот уж действительно местная собака Баскервилей самая грозная. Ну, конечно, после маленького Томми. Но хороша. И как смотрится. И вот голову даю на отсечение, что буквально через пару минут она окажется здесь и вновь начнёт скакать, пачкая меня своими маленькими когтистыми лапками. Ну что ж, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Кнопочка пришла опять. Чтобы снова хулиганить, пачкать и снежком швырять. Так, ладно, давайте, тусуйтесь. Ах, скотт приелся их взгляды гонять. Да, этим брюкам ничего не страшно. Так, ребят, там ёлка вообще-то, коника под мешком прячется от солнечных ожогов. Так же, давайте-ка сюда. Хотя снега ещё полным-полно. Ну вот, в ближайшее время, как только он начнёт подтаивать, надо отучать всю эту банду бегать по клумбам в будущем. Хотя, сколько ещё ждать до этого момента, пока снег стаит. Сейчас, пускай, притаптывает. Быстрее пойдёт процесс. Ну, мне предстоит птичек подкармливать. Ну, раз уж выбрались на улицу Кноп, грех было к ручу не подойти. А он уже начинает действительно набирать силу. Да, ребята, я полагаю, что сегодняшний день действительно можно считать началом большого половодия. Вот эти камни с поверхности моего моста рукотворного уже полностью залиты водой. И всё журчит, печёт и набирает силу. Ну, вот оно. Пошло, поехало. И теперь уже вряд ли даже при заморозках подёрнутся льдом поверхность водоёма. Утонул лёд, который всковал всё во время минусовой температуры в ближайших дней. Точнее, последних дней уже ушедших в прошлое. И теперь всё это будет только расширяться и множиться. Ну, красота! А звуки-то какие! Однако рискованно поближе подходить. Красиво. Ну что, решение растопать русло. Молодцы! Хорошее занятие. Может быть, иметь смысл прокопать вот эту перемычку, рискуя свалиться в воду, но с тем, чтобы вода быстрее уходила и не особо затопила. Ну, и отводной канал, по-моему, тоже уже начинает работать. Вот эта пещера, которая образовалась под мостиком, занесённым снегом. Ну, сколько же его ещё? И как всё это долго будет таять? Ну, как будто ни было. С почином половодие началось. Ну, нет. И не могла уйти от мостика, ногой не дрыгнув. Протоптала сток, и вот-вот всё это начнёт журчанием переливаться через камни, которые я когда-то пустилала. Ну, а кнопка мне рьяно помогает. Копается лапками, старается помочь. Весь ещё понять не может, что-то отворит. Но малыш отлично соображает, что делает. Кнопа, только не залезь в воду. Ну, как же. Такое же любопытство, как у меня. Кнопа, не ходи, там рыхлый снег. Вот. Рьяно старается расширить русло и дать воде уйти. Комки снега падают в воду. Помощники в моей. Да, вероятно, к завтрашнему дню тут всё здорово изменится. Однако, пора возвращаться в избушку и продолжать начатое. Хотя здесь тоже очень интересно. И весь, судя по всему, включается в процесс. Пошли отсюда, а то действительно окунетесь ещё. Не к чему это совершенно. Ника пришла и собирается черенковать гортензию, что хранится в проломленной теплице. Ну, что ж, надеюсь, что-нибудь получится, как и у меня. Ну, всё, закончена шлифовка. Можно это всё убирать, готовить старую ДСП-шную доску и ставить на печку масло. Да, поня, да. Я это сделала. Несмотря на все эти завитушки, сгагулины, блюда-маски, процесс завершён. Но лишь частично. Пока изделие до конца не доделано, пора говорить о хорошем результате. Ну, полагаю, что в скором времени всё случится и образуется. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и масло будет готово. Карька отправилась только что на улицу. Я в ней бы не флацей туда же собрался. Так, ребята, вы гуляйте, нет, всё только на руку. Остаётся одна лишь пуша, которая, в принципе, может всех вздреков в сбушке в совокупности своей подвижностью компенсировать. Ну, что, ты готов? Давай. Гулять. Карик сопровождает вам как будто ждался. Ну, а я приступаю. Пушонок. Теперь всё зависит от твоего благоразумия. Надеюсь, ты будешь вести себя тихо и мне не помешаешь. Вот каждый раз, принимаясь за подобное, в ужасном бою, что она может запрыгнуть на доску и пролить горячее масло, к себе повредив. Брать-то с пола ладно. Хоть масло, не вода. Проблемы-то и будут. Вот лишь бы никто не прострадал. Ой, бесёнок. Теперь тебе мои новые очки понравились. Специально-то и купила, когда ездили в Вязьму, потому что старые уже приняли несколько деформированную форму дужки. Скажем так, изогнулись. Неправильный вариант, когда я на них карьков прилегла однажды. Панифаций свалил в спичке. Так, ну а теперь ты собралась. Нет уж, я надеюсь, что ничего неприятного не произойдёт. Пуша, это кисть, это святое. Ай! Ну вот. Нет уж, давай-ка это куда-нибудь пока уберём, а тебя на что-то отвлечём. Ладно, повесить игрушечку, что валяется на верхней полке, и постараться Пушу действительно отвлечь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Эй! Ты что творишь тут? Господи, вчера подзарядка, сегодня очки. Ребёнок, ищем варианты. Мне главное, чтобы ты сейчас не мешала. Ну вот, песёнок мелкий вроде как придели, и водочку я ей с игрушечкой повесила, с паучком, в которого она давненько не играла. Всё по кровати разбросала. И в попыхах приступаю. Пришёл свет зажечь на улице облачная, а потому хотелось бы... Ну вот, кари затягло за дверью. Не, не пущу. Начну, продолжу. И как обычно сглаз. Почему я глубже углы выемка, тем больше впитывается масло. А мне главное, чтобы это всё хорошенечко пропиталось. сглаз. Нострия, лобная область. Ух, нет, вода, конечно, это хорошо. Вчера было хотя бы приблизительно видно, во что всё превращается. Но вот сегодня это уже действительно кульминация события. Уж, со счёта сбилось, сколько я сделала каких-то штуковин, но каждый раз всё вот это является действительно преображением. Казалось бы, вот такая светлая лепнина, где-то и сейчас вкрапления видны, но по-любому под кистью с разогретым маслом всё начинает преображаться. И вот какие узоры возникают. мягкий шурм кисти. Волшебный её не назовёшь, не эффект. Действительно, это не вода. Масло, которое глубоко проникает, полностью преображает древесину. Вода нужна лишь для того, чтобы поднять форсинки, вызвать такую шероховатость, которая затем легко снимается мелкой шкуркой. Вот масло после последней шлифовки действительно показывает истинный цвет изделия. Лимон действительно не передаваем. все вот эти излишки впитаются или будут распределены более равномерной кистью. Вот сейчас действительно видишь, что в себе таила деревяшка, которую я, честно говоря, даже не предполагала обрабатывать. думала просто отрежу какой-то кусок древесины отцувеля, из которого впоследствии получилась рыбка. Сейчас все это накрыто шкуркой. Все мои последние уже сделанные изделия, чтобы лишний раз не пылилось. Но вот это действительно так называемый бонус. В принципе поначалу я предполагала, что все это будет просто срублено топором. В последний момент мне сподвигла мысль спилить и посмотреть, что все-таки там дальше. Первоначальник это был просто чербак, который мне привезли мои постояльцы, чей трактор сегодня так не уезжал в стоянке. И они сделали мне действительно подарок. подарок, который сейчас уже превратился в нечто более осязаемое, действительно красивое. Меня вот очень интересовал вот этот локон. С самого начала шла какая-то рефракция гребесины еще до обработки. Интересно, он действительно настолько яркий, я предполагал, или нет. Вот. да, действительно заиграла гребесинка красиво. Ох, лепота. Нет, живее в Москве у меня точно не было бы возможности подобным образом себя занять. как можно в городских условиях в малюсенькой двухкомнатной квартирке с кухней два с половиной метра подобным заняться. О какой шлифовке тогда могла быть и речь, тем более при помощи гравера. Все-таки житие в деревне это большие плюсы. В городе дрова не закажешь, русскую печку не затопишь, деревяшек нормальных не найдешь и подобного не сотворишь. Да. Любопытно получается. Вот это загогули на носу. Я еще вчера, когда все это дело намочила, обратила на нее внимание. Ну, ладно, как обычно, масло подогреть и дальше продолжать. Вот что и себя покажет обратная сторона. Я-то увижу сегодня. Показать смогу лишь завтра, когда все это питается и будет действительно возможно покрутить, повертеть в руках все конкретно показать. Так, пушонок, продолжай играть, надеюсь на твое благоразумие, а я продолжаю, но уже выключу телефон, потому что все это надо переворачивать и заканчивать начатое. все, пуш, я закончила. Спасибо большое, это мне не мешало, но не могу удержаться от того, чтобы не показать обратную сторону медали. Говорят, она не особенно важна, но меня просто потрясло то, что получилось в результате. Вот какие краски переливы. Да уж, вот эта сторона краска солью прилегала. Тут какие-то вкрапления коры, но то, что вокруг, это просто прекрасно. Ладно, надо подождать до завтра, подождать пока впитается масло и уже потом покрутить, повертеть в руках. Надо же, как все это смотрится. Действительно, шелковые волны. Ух, замечательно. Не ожидала, что от куска древесины, который вроде бы как бы и нежданным оказался, вот такой вот получится. Ну, а сейчас все это можно убирать, вновь стелить старые разодранные уже стамесками полотенца и браться вновь за следующие изделия, которые я уже начала, это ложку. Ложку тюльпан. Вот каким-то он станет. Нет, конечно, не столь ярким, как только что законченное. Все-таки хоть сколько-то времени у меня осталось до того, чтобы наконец-то отдохнуть. Мне ужасно интересно, каким будет следующее мое так называемое творение и очень любопытно за него взяться. Ну, вот вечер наступил. Вся моя банда в сборе. Пуша пытается пакетчить с Веськой. Бонифаци только что вернулся с улицы. Начала вылизываться, ну, еще бы пасмурно, повсюду слякать. Акарик уже давно прилегла около моего верстака. Я совсем недолго повозилась с новой ложкой. Ну, уж не знаю. Надо еще посмотреть, подумать, как лучше сделать извивы, как расположить листья упомянутого тюльпана. Все-таки древесинка действительно оказалась достойной. Пора все убирать, всех кормить, и самой обожней подумать. Да, ребята, сегодняшний день солнышком нас не порадовал. И вот раньше времени пришло зажигать свет. Впрочем, стоит подумать о том, что буквально полтора месяца назад в это время на улице была полная темнота. День начинает прибавляться. Эх, обошлось сегодня без заката. А досадно хотя и в избушке весело. Лишь, как и пушки. Ладно, посмотрим, что принесет завтрашний день. Ну, а сейчас приборочка и надо готовиться к новому, тому, что настанет вновь. Однако, пушенька сегодня разрезавила с ней на шутку. Монифаций уже предпочел необходимо отправиться на улицу и, судя по всему, собаки решили последовать его примеру. Да, что-то куша сегодня. Эдакий приход начался. хорошо выспался, пока я работал с деревяшками и надеюсь, что она успеет угомониться к тому моменту, когда я соберусь водить ко сну. нежные заигрывания с карьей, обнимашки, вот я решила устраниться. Ну, ладно, хоть и на улицу, потому что за окном темнеет и наступает не особенно приятное время сумерек. Надеюсь, что завтрашний день будет куда лучше. Солнечным и приятным не то, что нынешний. Ну, что ж, весны погода переменчивая. Что поделать? Будем надеяться, как всегда, на то, что солнце нас посетит, настроение будет прекрасным и всё будет удаваться и получаться. Впрочем, и сегодня какие-то успехи были достигнуты. Здоровья всему, удачи и надеюсь, что у всех всё будет хорошо. До свидания. удачи! Удачи!